Ребят, предыдущее видео вы посмотрели, я думаю. Мы с вами говорили о системе отсчета. Ребят, ну, давайте откроем ноды. Если вы не сделаете то, что я вам говорю, то у вас всегда будет путаница. То есть вы не будете ожидать одно, получать другое. Если мы возьмем ноды, что такое нода? Это набор модулей, которые при помощи команды рекир подключаются. Иными словами, мы хотим соединиться по HTTP, например. Находим модуль, что такое модуль, это кусок кода HTTP. И при помощи ключевого слова рекир подключаем данный модуль. И вот обратите внимание, то, о чем я говорил. Вот смотрите. Поехали там. New URL. И пошли параметры. И дальше методы. Это те же функции. Методы. Методы это те же функции, только в классах. А здесь классы. И мы видим, здесь постоянно где-то что-то передается. Скажите, пожалуйста, когда у вас будет система, вы будете четко понимать, как у вас передастся и ожидать результат. Тогда это будет действительно написание кода. Все остальное это будет мучение. Поэтому, первая, основная задача начинающего программиста, который начинает работать с JavaScript, это быть в роли, как это правильно слово такое сказать, исследователя. И мы с вами в прошлом видео говорили, чтобы стать этим исследователем, нам нужна некая система отчета. Ну, все по классике, по Эйнштейну. Главное, чтобы было измерить и посчитать. Тогда можно все. И сейчас давайте я бы хотел немножко углубиться, так как нам надо перейти к более сложным вещам. Понять, да, по сути дела, каким способом мы будем изучать. Нам надо изучить три понятия, которых, допустим, тот, кто работает с Python, он просто использует функции обратного вызова, но при этом вот эти вещи, он, функции первого класса, функции высшего порядка, практически на это не застряет внимание. А здесь, на этом построен весь язык. И вот я набросал такой план. По сути дела, чтобы начать четко писать на JavaScript, нам надо, сейчас мы изучаем правила работы с функциями, иными словами, сели за руль автомобиля и начинаем крутить его. Уже потом мы будем больше понимать, там, по крайней мере, как лампочку поменять и так далее, да. Поэтому, когда мы работаем с функциями, сейчас, и используем ту же строку, уже интуитивно вы понимаете, каким-то образом, что строка, ну, вы видели, пусть это будет, это какие-то символы, да, какие-то надписи, да. Но я сразу оговорюсь, ребята, во всех языках строка это, в первую очередь, набор символов. Это большая ошибка, когда я начинал, помню, давать Python когда-то, я говорил, вот, начал показывать литералы, где более-менее похожие на слова, это неправильно. Потому что, если мы откроем, вот, например, вот это, это же тоже строка. Оно передается, как строка, да, но, тем не менее, что здесь понятного? Здесь набор цифр, букв, букв. Поэтому, не дай бог вам для себя определить, что строка это слово. Строка это просто набор символов. В зависимости от языка, в Python это последовательность символов. В Kotlin это массив. Чем различается? Да очень просто. Вот асфальт положили 10 камешков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это слово, например, ну, давайте пять камешков. Валера. Вот так будет. вот она последовательность только не так будет немножко вот так последовательность любая начиная с нуля иными словами вольера это последовательность символов который за первый символ в второй а третий л и так далее и начинаются они 0 1 2 3 4 5 вывод какой можем сделать ребят а сразу скажите если это последовательность символов значит наверное они идут по порядку значит можно извлечь первый символ можно конечно можно можно понять где находится второй символ и что это за символ потому что у него будет индекс 1 можно добавить символ можно и мы сразу соображаем что это есть методы это дальше столкнемся вот вам массив считайте апельсины видели как уложены в коробках вот то же самое сделаем вольера только разделим разделим вот как апельсины до лежат ячейками вот апельсины бумажными ячейками то есть получается все то же самое только в одной ячейки вот так получается в одной ячейке одна буковка тоже удобно мы сможем получить массиве обратиться к второй ячейки и вытянуть буковку а можем зачем это сказал сейчас мы работаем с функциями и понимаем что строка это строка но у нас естественным образом начинает назревать да нам надо изучить типы данных а зачем их изучать вот представьте участки школы знают а начинающий программист когда начинает читать книгу он читает типы данных там массив строк а он что сидит и думает а нафига что это такое а вот давайте сейчас объясним берите лист бумаги и пишите купить магазине что вам сегодня надо купить взять и напишите прямо сейчас купить молоко масло сахар что там еще мясо торт ну фрукты в жизни перед вами это мы немножко отвлекаемся перед вами список вот сейчас напишите это пожалуйста напишите перед вами список что вы можете с этим списком сделать вы можете его порвать вы можете дописать вы можете зачеркнуть переменить а вот например в python тоже может такой список сделать только его на как-то обозначить и вот python понимает список как две квадратные скобки это для него тип данных список и по сути дело вот это у нас бумажный список а это у нас программный список для компьютера мы все эти вещи можем разместить можем разместить вот это бумажный а вот это уже список который поймет язык python а значит если это список то мы уже логически соображаем и начинаем изучать значит у списка есть что методы то есть какие-то действия можно с ним делать например посчитать сколько здесь всего мы написали раз два там три четыре пять шесть например заменить торт на что-то например добавить именно так происходит программирование но все это я хочу чтобы мы делали в пределах функций понимаете когда мы работаем с функцией мы уже программируем когда мы начинаем изучать только сами типы данных у нас начинается в голове путаница хотя с одной стороны это правильно я пришел к выводу что надо делать совсем наоборот поэтому мы с вами работаем с функциями сначала и делаем выводы а потом начнем изучать типы данных и уже делать некие действия с функциях вот например вот это могли быть комментарии а значит мы могли вывести все либо там третий комментарий да там джанга и так далее и так далее все что угодно все пока это убираем это первичные данные давайте вернемся к тому что мы начали в первом видео и так вот таком варианте вот таком варианте если первый параметр без по умолчанию а дальше идет по умолчанию мы можем передать одно значение помните я вам показывал ноды да там все надо где-то вписывать и передавать там куча объектов и если у вас в голове не будет порядка как работа с функциями то в принципе его нигде не будет и уже никогда не будет потому что как вы заметили java script он все стерпит но тем не менее как мы увидели что здесь есть какие-то вещи которые работают да работают так как мы хотим и так первое когда мы передаем просто есть параметры второй параметр по умолчанию нам достаточно передать один параметр раньше так не было раньше надо было проверять но это сейчас не так важно нам важно что сейчас значит и оставит дальше мы действительно получаем 45 55 мы передали только 45 а вот теперь давайте попробуем за этим параметром написать параметр 3 и попробуем передать 45 и здесь 90 логически мы мыслим сейчас так отталкиваясь на классику ну классика в чем заключается что так писать в языке которым есть позиционные параметры нельзя потому что если начались начало начали мы писать умолчание дальше все должны идти умолчание я считаю что мы возьмем это правило тоже потом но пока проверим то есть вот такой вариант в языках программирования которые имеют явные вещи то есть только так да мы так написать не сможем берем python и пишем здесь c до параметра то есть получается смотрите всегда даже его подчеркнула ну чтоб ей было легче c но тем не менее она подчеркнула то есть она сразу указала что это нельзя но мы попытаемся запустить этот неверный код и мы видим следующее аргумент не по умолчанию выполняет аргумент по умолчанию иными словами если начались начали писать аргументы по умолчанию то уже аргументы не по умолчанию или позиционные дальше продолжать нельзя хотя версии 3.9 вели разделение мы там все это изучали но опять же такой код работать не будет во всех языках в которых есть явная до java script давайте смотреть что будет и так здесь мы плюс парам 3 и запускаем код смотрим то есть жава скрипт не брезгливый это сразу видно то есть мы смотрим 45 90 иными словами значение 1 передалось парам 1 значение 90 то есть 45 парам 1 парам 2 2 которое было по умолчанию а 3 undefined то есть не определено по порядку то есть классический вариант не работает да по порядку даже если не не определено но ребят вот это плохая идея так нельзя писать по одной простой причине что это будет нелогично значится давайте мы с вами вот так попробуем парам 3 присвоим значение ну там будет 60 а здесь оставим то же самое а вот теперь смотрите что произошло вот теперь мы получили результат ожидаемый то есть все таки джава скрипт разработчики они ж не дураки они все таки классические вещи вложили иными словами когда мы как это полагается первое взяли без значения когда начали писать значение по умолчанию то продолжили их писать и в результате что мы получили мы ввели только два значения 45 передалось парам 1 90 парам 2 а вот в данном случае парам 3 отработало оно автоматом пришло 60 значит делаем себе вывод такой код писать можно мы четко понимаем что если для себя берем правило что если мы начали писать по умолчанию значит продолжаем их писать до конца тогда мы четко знаем что все параметры то есть дальше аргументы заменятся которых не будет хватать на по умолчанию хотя в этом варианте давайте еще один вариант возьмем и напишем опять же только два при вызове да что имеем имеем 45 90 60 по умолчанию заменилось undefined ну в принципе мы два передали три отработали стоп чтоб не запутаться возвращаемся назад в чем же суть сейчас вроде все верно парам 1 присылаем значение по умолчанию пусть это будет 11 и отрабатываем код 45 90 60 undefined то есть 45 парам 1 90 парам 2 дальше 60 дальше парам 3 да вроде все со значениями действительно выглядит нормально но давайте пойдем немножко по-другому а вот тут мы это уже делали парам 4 присвоим значение 45 а парам 1 присвоим значение 90 и отработаем и так и что мы видим а видим мы называется приплыли чтобы убедиться что мы точно приплыли очистим выходные данные и повторяем и оказывается мы говорим да это писец смотрите смотрите парам 4 мы присвоили значение 45 то есть вот этому парам 1 вот этому мы присвоили значение 90 но на выходе мы получаем немножко совсем не то мы получаем 45 то есть парам 4 90 и 60 на третьем месте но четвертое место у нас все равно undefined иными словами мы бы хотели ожидать что как бы было мы хотели ожидать чтоб вывод был следующий нам бы было удобно да чтобы это поддавалось логике было бы 90 но ведь мы парам 1 присвоили 90 значит он бы и шел первый было бы 90 дальше не парам 4 парам 4 да парам 1 90 парам 2 55 парам 3 60 и парам 4 45 по сути дела у нас есть весь три остальные все у нас же определены по умолчанию но тогда вопрос а какого черта мы получаем undefined от java script одним словом значит нам надо все таки разбираться так что же мы сделали не так почему такая фигня получается вот как мы ожидали 90 так парам 1 мы присвоили 90 было значение 11 значит на первое мы должны видеть 90 черта с 2 мы видим 45 то есть тут мы начинаем задумываться о передаче параметров давайте-ка мы попробуем сначала классический вариант но классический вариант правильный c присвоим значение там 36 46 и так и здесь делаем так а присваиваем значение 45 то есть ожидаемый вывод какой мы пишем себе ожидаемый вывод ожидаемый возврат ожидаемый возврат ожидаемый возврат сначала запишем возврат будет число 45 потом будет число 72 и потом будет число 36 и так а у нас неопределен параметр мы ему присвоим значение 45 присвоили б у нас по умолчанию 55 но мы присвоим значение 72 присвоить значение 72 я буду писать как обычно пусть это будет тоже строка и c у нас 36 45 72 36 отрабатываем 45 72 36 получаем то есть все четко отработало здесь по сути дела мы должны были получить следующее по логике если а вот здесь надо еще один вариант ой давайте-ка изменим напишем fan c при свое значение 50 50 а присвоить значение 80 а б ничего не присваиваем значит смотрим что здесь произошло а присвоили значение 80 хотя присвоили мы его когда вторым элементом не первым а вторым а здесь он идет первым и получаем 80 то что присвоили c присвоили c присвоили присвоили 50 но у нас потом идет b 55 а потом третьим идет c которым присвоили 50 то есть все вроде правильно да все по порядку давайте еще раз запускать эту программу и смотреть 45 90 60 undefined мы присвоили параметру 4 45 вот он он был все остальные у нас с значением по умолчанию тогда какого черта у нас не выводится значит все таки дело в том что надо разбираться каким образом передаются аргументы параметра вот тогда будет порядок голове и классическая схема здесь не работает но ведь принцип должен жить какой-то ведь есть эсмоскрипт да где есть определенные вещи которые работают а нам уж очень нужно потому что мы будем передавать в методах это те же функции да где будет первый параметр второй параметр третий и так далее в конце концов надо передавать и надо четко понимать а четкого понимания пока нет что делать искать в чем причина а причина получается здесь в том что нам в голове надо сообразить а как же будут передаваться аргументы параметра то есть функцию и если на выходе мы видим то получается сущая билиберда мы заметили что расстановка параметра на самом деле имеет значение значит все таки язык так как он себя относится к функциональному программированию так он прост мы можем конечно опираться на правило что он стерпит все но ребят согласитесь когда мы планируем получить одно и определив параметр 4 а все остальные вроде бы у нас должны по умолчанию вывестись то мы в любом случае даже если мы определили параметр который не определен да который не определен и получаем undefined то есть иными словами наша программа выкидывает ошибку и мы не понимаем вроде бы все определено а нифига не работает потому что мы то рассчитывали что параметр 4 мы присвоим значение остальные все должны в любом случае отработать они по умолчанию а давайте-ка попробуем вот что сделаем параметр 4 поставим здесь здесь и чтоб у нас было понятно совсем параметр 4 здесь поставим первым при возврате при возврате да и давайте попробуем отработать и так присматриваемся параметр 4 45 есть оно но дальше параметр 1 90 присвоено вместо 11 есть параметр 2 55 60 вот теперь все на местах оказывается делаем вывод все-таки если мы будем придерживаться классического варианта принятого во всех языках то разработчики java script тоже это приняли я так понимаю мы видим это когда у нас есть параметр где не определено значение и начинаются идти мы начинаем писать параметры по умолчанию то продолжаем их писать дальше либо без умолчания пишем тогда мы получаем результат как только мы отходим от этого правила демонстрируем себе как только мы отходим от этого правила фан 2 и вообще у нас идут параметры по умолчанию а потом бац вот изучает java script задумывались что такое может быть это черта с два это опыт просто прочитали что параметры можно сколько хочешь а тут оказывается программист когда программист когда он понимает чего ему ожидать и когда он это получает вот так парам 4 здесь ставим на место парам 4 здесь убираем парам 1 парам 2 парам 3 прям 4 my fan 2 my fan 2 my fan 2 запускаем и смотрите кардинально меняется картина и мы наконец-то делаем первый стабильный вывод вот это когда идут параметры по умолчанию мы не называем в java script что это позиционный параметр так как он не позиционный он нету здесь таких правил так как он по сути дела все равно имеет значение undefined мы говорим другое символический параметр как они его называют да но тем не менее когда мы видим идет значение по умолчанию а потом обычно символически без значения то оно работает черти как мы получаем совершенно не то undefined хотя вроде бы вроде бы параметру 4 мы передали 45 а оно передается каким-то образом параметру 1 мы разберемся еще дальше значит делаем хотя в первом варианте который мы достигли наконец-то мы достигли стабильности иными словами правило очень простое если мы написали параметр без умолчания а после него начали писать параметры с умолчанием то и продолжаем их писать тогда мы получаем адекватную картину вот так оно становится на места как-то по крайней мере выведенное правило будет для нас работать и планируя функцию и работая уже самыми сложными вещами мы четко будем понимать как нам писать код и это будет на автомате но вначале в этом надо разобраться пока все уже как это было из-за